Всем привет. У нас разговор про разработку под Linux. Вот. Я заглянул в планы прошлого года, обнаружил, что большую часть маленького, ну там, одну из тем большую часть про терминалы я рассказал в самую первую лекцию. Вот. Не знаю, хорошо я это сделал или нет. Ну, раз уж так произошло, то произошло. Тут меня начинают спрашивать про какие-то другие не относящиеся к Linux предметы. Будьте добры, такие вопросы в чатике задавайте, я там все отвечу. Вот, в этом самом, в Телеграммном. Часть разговора про терминал у нас уже была. Тем не менее, я хочу повторить несколько важных вещей, которые нам сегодня понадобятся в нашем разговоре. В частности, о том, что вообще такое собой представляют терминалы. Ну, когда-то немножко истории. Когда-то... Давайте прям поищем слово терминал в картинках. Вот. Только это не фильм вовсе. А... Боже, это платежный терминал. Ужас какой. Ну, давайте хоть... Ну, не знаю. Во! Отличная идея. Вот это... Так называемый... А мерзкий терминал, он не потому мерзкий, что мерзкий, а потому что он производство в венгерской фильме Мерра Елизамб. Вот. Значит, вот довольно... Довольно типичная картинка терминала. Давайте сейчас побольше найдем. Вот. Вот, смотрите. Вот, значит... О! Типичный SM7209. Типичный мерзкий терминал. Значит, вот это вот самое устройство. Оно пришло на смену, извините, электрическим печатным машинкам. То бишь клавиатуре и печатной машинке, и принтеру, которые раньше служили консолью для управления старыми большими усилипными машинами. Вот. Такое, кстати, тоже было. Вот эта прекрасная картинка. А тут можно открыть прямо картинку. Ну, неважно. Вот ее хорошо... Довольно неплохо видно. Это, собственно, Кен и Деннис. То есть, Кен Томпсон и Деннис Ричи. Ладно, все-таки схожу на фейсбук. Вот она, эта картинка прекрасная, да? Вот. Кен Томпсон и Деннис Ричи сидят за PDP 11, за терминалами, которые представляют собой, видите, печатную машинку. Тут вот ролик, да, с клавиатурой. Вот. И вот, значит, ты вводишь команду, она печатается тебе на бумаге. Ты нажимаешь Enter. Эта команда отсылается в компьютер. Компьютер печатает на бумаге ответ. Вот какая веселая была жизнь у... Да. Ну, и кто не знает, Кен и Деннис – это создатели операционной системы Unix и также Ализа Касси. Вот. В общем, такие дела. Да. Так вот, значит, сначала это выглядело вот так. Довольно быстро это стало выглядеть вот так, потому что неудобно работать с печатной машинкой. И это устройство представляет собой все ту же печатную машинку, только вместо бумаги у нее электронно-лучевая трубка, которая умеет последовательно выводить байты. Вот те самые символы, которые, значит, вот либо ты... Ну, которые компьютер командует ему выводить. Вот. Собственно, ровно так все это работало и работает, как это не смешно до сих пор. То есть мы вот с этого устройства, которое устройство ввода, передаем байты на компьютер. Компьютер решает, нужно ли их отображать на этом устройстве, которое устройство вывода, или не нужно. Вот. А еще он решает, что нужно что-нибудь вывести самому на это устройство вывода и выводит сюда байты текстовые. Да. Таким образом, вот такое устройство было интерфейсом общения с компьютером через командную строку. Именно поэтому, именно поэтому командная строка так прижилась и до сих пор вот функционирует. Вот. Эмулятор терминала. Это такая программа, которая изображает вот ту самую электронно-лучевую трубку. Вот она. И в качестве устройства ввода использует ту клавиатуру, которая в данный момент подсоединена к компьютеру. Вот. Когда это приложение получает фокус, оно начинает работать как терминал. Это экстерм, если что. Вот. Это устройство последовательно ввода и вывода. Вводит оно байты туда и сюда. И ничего другого по-хорошему это устройство не умеет. Ну вот мы только что видели картинку. Оно выглядело как, значит, просто телевизор, который умеет рисовать буквы. Вот. Мы уже говорили о том, что управление по вводу терминал, помимо того, что это просто устройство ввода и вывода байтов, он осуществляет управление по вводу. Это все повторение минуса, что ли. Да, в разных операционках по-разному. Повторение самой первой лекции. Вот какие-то параметры, которыми можно управлять с нашего терминала. Вот этого. Вот. В частности, заданы, что нужно нажать, чтобы послать сигнал интер, что нужно нажать, ну, сигн, кажется, сикил. Что нужно нажать, чтобы послать сигнал более суровый, как устроено удаление и так дальше. Кстати, мы можем напечатать что-то типа стт-ыгрек, но эхо или минус эхо. Да. Ой. Ну, вот хорошо. Давайте все-таки. Что происходит? А где команды? Ай. Что не так? Тест, тт-ыгрек, эхо. Фу. Значит, и простейшие шелы типа шелла перестанут нам выводить на этот экран то, что мы вводим, потому что это совершенно необязательно. Ввод происходит с клавиатуры, а вывод происходит вот сюда. Кто нам сюда выводит все, что мы вводим? Вообще говоря, операционная система, это она должна обработать наши клавиши и потом сюда вывести. И вот стт-ыгрек, но эхо, нам все это выключить. В затшелле это не работает, естественно. Потому что затшелл заново инициализирует терминал, когда он выполняет команду. А вот в простейших шеллах это работает именно так. Ну и так дальше. Там много всяких штук, с помощью которых мы управляем компьютером отсюда туда. Само вот это устройство, представляющее собой экранчик, работает ровно так, как те принтеры, которые мы сейчас видели. То есть оно выводит посимульно после курсора. И если выводится символ перевода строки, то оно переводит строку. А если выводится символ от каретки, то курсор перемещается на начало строки. Вот. Дальше там всякие интересные подробности. Там так называемый кукет мод, роумод. Мы это все временно отставим в сторону. Вот. Хотя... О, господи, как тут все страшно. Давайте мы зайдем на LinuxPract все-таки. Да не по идее. А вот Linux Development 21 Classes. Вот. Вот сюда. Тут у нас, правда, есть готовый шаблон. Ну, и ладно. Да. Значит, так вот... Тут ничего нет. Так вот, значит, специфика общения человека с компьютером через командную строку может стоять в том, что вы сначала набираете всю строку, потом нажимаете Enter. Только после этого происходит обработка того, что вы сделали. Хотя, повторяю, система сама умеет рисовать или не рисовать вам эти буквы, которые вы набираете. Вот. А может быть устроено так, что на каждую клавишу вы дергаете операционную систему. Она дергает приложение, которое эту клавишу обрабатывает и как бы пассимульно это делает. Вот. Это довольно... Ну, то есть, вот если мы делаем вот так вот, да, то что бы мы здесь вот не написали, это фактически работа только с терминальным буфером, да. Мы можем пользоваться только командами, которые есть в EstatY и больше ничем. Да. А когда мы пользуемся сложной приложенькой, ну, например, тем же MC, да, то мы можем, например, нажимать на стрелочки, там... Нажимать на какие-то клавиши. Ну, в общем, чуть более хитрыми пользоваться командой. И чтобы закончить этот кусочек, хочу обратить ваше внимание на две с половиной вещи. Вещь первая. Не бывает синих, голубых, зеленых и прочих букв. И в действительности для того, чтобы как-то менять параметры того, что выводится на экран, на него посылаются специальные символы, которые называются escape последовательностью. Например, для перекрашивания используется... Мы это в прошлый раз делали. Я просто заготовил пример. Использую escape последовательности. Давайте сначала вместо этого сделаем вот так вот. Hexdump минус c. Значит, если вывести на экран, на терминал, escape квадратная скобка, в данном случае 44.36m... Перевод не нужен, да, можно вот так сказать. Вот. То, поскольку эта штука начинается с escape, вот здесь escape, это будет считаться управляющей последовательностью терминала. И терминал, вместо того, чтобы всю эту билиберду попытаться вывести на экран, воспримет это как команду ему самому что-нибудь поделать. Что тут поделать? Вот, давайте попробуем. Обратите внимание, что вот эта штука задает синий фон, а вот эта задает голубой цвет печати. Да? Можем escape, скобка, ну скажем, здесь, значит, фон, какой фон будет? 46, точка с запятой, какой будет цвет печати? 31m. Ну, ну, escape, скобка, 46, 31, m. Вот, пожалуйста, 31 красный, цвет печати 46, голубой цвет фон. Вот такая вот, вот такая вот, значит, способ. При этом, понятное дело, что на самом деле это все байтики передаются. Мы только что видели, как это происходит. Просто escape последовательность. Вот. Обратите внимание также на то, что я вызвал команду cat, закончил ее control-d, а после этого он выдал специальную escape последовательность, которая очищает вот всю эту раскраску и сбрасывает ее в ноль. Escape, escape, скобка, m. Вот. Вторая вещь, про которую я хотел рассказать, это позиционирование курсора. Мы уже в прошлый раз его делали. В этот раз я подготовил прям большую командную строку, в которой все, что нужно делать, смотрите. Она очищает экран. Дальше позиционирует курсор на координаты 10-10 и пишет это 10-10, вот в этом месте. Дальше позиционирует курсор на координаты 2-20, то есть строка номер 2 колонок на 20, пишет это 2-20-20. И дальше на позиционирует курсор на 25, это 25, пишет это 10-10. Вот. Вот. Да, то есть вот. Если мы там что-нибудь сделаем, даже вот так вот, а потом вызовем. Вот, опять она все стерла и все по-новому. Вот. И последнее, что я не говорил, что не говорил, просто чтобы было понятно, ну, например, чтобы был понятен ответ на вопрос, а как экранные команды воспринимают мышь? Откуда там мышь? Вот. Несколько секунд на подумать, вот, кто знает, молчит. Правильный ответ на вопрос, очень простой. У терминала, если к нему подключено еще какое-то другое устройство ввода, есть возможность имитировать работу этого другого устройства ввода путем просто ввода каких-то символов. Ну, буквально это выглядит так. Смотрите. Вот если мы сейчас запустим вот эту команду, escape, скобка, вопросительный знак, 1002, аж маленькая, вот, то у нас при нажатии любой кнопки мыши, вот, да, мы выведем на экран escape последовательность вот такую страшную. При нажатии любой кнопки мыши будет приезжать в ответ какой-то набор символов, как видите, escape, скобка, м, а дальше, как видите, символы разные, вот, я даже скажу, какие, это координаты, координаты курсора мыши, да, только представлены в виде последовательных байтов, вот, вот видите, восклицательный знак, восклицательный знак, да, там, у него, это, это 1,1, да, а дальше он там прибавляется, вот. Вот, ну, сейчас мы скажем control D, чтобы отработала команда cut и отработала новая команда echo, которая с буквочкой L сбрасывает эти, эти настройки. А если мы впишем сюда 2003, 2003, Женя, сейчас отвечу на ваш вопрос, хороший вопрос, правильный, 2003, тогда у нас будет вообще любое движение мыши фиксироваться, а не только нажатие на кнопочку. Вот. Ну, на самом деле, вариантов очень много, но общий принцип понятен. Даже если мы в терминале обрабатываем ввод от каких-то внешних устройств или какие-то вообще события, которые не имеют никакого отношения к вводу байтов с клавиатуры, в действительности это все имитируется как ввод соответствующих байтов с клавиатур. Вот. Это такое повторение того, что у нас было на прошлом, на первом занятии. Отвечаю на вопрос Евгении, Жени, который спрашивает, а на всех ли терминалах это одинаково. К сожалению, нет. Дело в том, что вот те самые терминалы, которые выглядели как электронно-лучевая трубка с клавиатурой, выпускали те же самые конторы, которые до этого выпускали электронные печатающие машинки. И у них были самые удивительные представления о том, как это устройство должно работать и какими должны быть управляющие последовательности, которыми управляют. Они бывают самые удивительные. Иногда там нужно выдать один управляющий символ, а потом писать по-английски какое-то целое сочинение на тему, что ты хочешь, чтобы терминал сделал. Иногда, наоборот, в целях экономии битов, все это очень плотно упаковано в какие-то совершенно невообразимые последовательности байтов, которые на самом деле не буквы, а именно числа, управляющие работой терминала. И все это совсем страшно становится. Они все очень разные. Примеры, которые я здесь привожу, работают именно в терминале, который называется Xterm. И, возможно, в тех эмуляторах терминала, которые его имитируют в консоли, в каком-нибудь Gnome Term, а в некоторых не работают. Например, в линуксовой консоли, не консоль на букву K от KDE, а в линуксовой консоли, которую по Control-Alt2 можно добыть, там так работать не будет. Даже придумали стандарт, которому должны подчиняться все терминалы. Но, как обычно, стандарт придумали уже после того, как терминалы вышли из моды, и он почти нигде не поддерживается. Короче говоря, эмуляторов терминала гораздо меньше, чем раньше было терминалов. Терминалов были тысячи разных. Как со всем этим барахлом работать, если мы хотим писать приложеньку? Наша сегодняшняя задача, на самом деле, написать приложеньку, которая пользуется всей этой билибердой в качестве экранчика, для того, чтобы не последовательно вводить и выводить с помощью ScanF и PrintF данные, а прямо с экраном работать. Для того, чтобы как-то это дело унифицировать, была создана... Это было практически параллельно два формата представления данных. Такая база данных о том, что умеют терминалы. Она называлась либо терминфо, либо термкап, терминал капабилитис. В этой базе, с помощью определенного рода ключевых слов, напоминаю, речь идет вообще о 70-х годах, прошлого тысячелетия, конца прошлого тысячелетия, ну может быть, 70-х, 70-х. В этой базе, с помощью определенного рода ключевых слов, кодировалось, какая функция терминала, какой управляющей последовательности соответствует. Ее можно, например, вот так посмотреть, хотя я не уверен, что у всех у вас установлено. У меня вот установлено. Да, у меня установлено. Давайте посмотрим, откуда оно входит. Значит, для того, чтобы в дистрибутивах alt-linux вызвать утилиту инфо-цмп, которой мы сейчас воспользуемся, вам нужно установить пакет термутилс. Если он не стоит, то надо его поставить. Вот, так вот, если я вызову инфо-цмп, то он расскажет, что текущий терминал называется xterm256-color, и его управляющие последовательности, вот их дохрена, они вот такие. Часть из них, которые называются на букву K, описывают, что нам возвращает функциональные клавиши. Я забыл сказать, что функциональные клавиши делают все то же самое. Смотрите. Fixdump-C. Я нажимаю на много раз на F1. На самом деле F1 возвращает Escape OP. Да? Escape OP, Escape OP. 1B, 4F, 50. Смотрим KF1. KF1. Escape OP. Видите? Вот. Ну и так же про все остальные клавиши на букву K. А все остальное, и это что нужно вывести, какую Escape последовательность нужно вывести на экран, чтобы что-нибудь произошло. Ну давайте искать то, что мы в прошлый раз использовали. Курсор Position. Позиционирование курсора, которое с H большое в конце. Escape, дальше первый параметр типа D, второй параметр типа DH, и это работа со стеком. Там еще, значит, еще можно со стеком работать. То есть это язык описания, он страшненький. Что еще там было? Задание цвета. Задание цвета как-то отдельно устроено. Тут их тысяча. Слушайте, не буду искать, потому что мы этим пользоваться, в общем, не будем с вами. Слава богу. Вот. Точно так же можно, например, посмотреть, ну не знаю, там, VT52. Нет, что я не знаю, VT52. Вот. Обратите внимание, что этот терминал вообще другой. У этого терминала позиционирование курсора выглядит совершенно не так, как... Вот. Escape Y, дальше символ с кодом, позиция курсора, плюс, господи, плюс пробел, дальше символ с кодом, позиция курсора, плюс пробел. В общем, вы меня поняли, совершенно другой способ. Это ответ на вопрос Жени, одинаковые ли они, абсолютно разные. Человеку с ником Крафтер Колян, а вот то равно так и делается. Вот я же показывал МЦ, он работает точно так же. Вот это все он использует для отрисовки на экране. Мы как раз такое сегодня будем писать с вами. Вот. Значит, это все делается ровно таким же образом. То есть выводятся бесконечные последовательности, которые выводят все вот эти вот штуки на экран в нужное место. Ну вот. А если они используют мышь, то и вот опять же настраиваются вот это вот. Ну, короче. Вот. Я сейчас не говорю о ситуации, когда мы работаем конкретно с графикой. Да, вот графикой, графикой. Это совершенно отдельная тема, я ее сознательно в этом семестре игнорирую, потому что работа с графикой, это прям, ну, как бы, каждому виджет-сету можно посвятить целый цикл лекций, зачем нам это с вами сделать. Вот. А вот ситуация, когда график работает прямо в текстовом режиме, она либо вообще не встречается, либо это какая-то страшная имитация. И на самом деле все вот эти виджеты имитируются как раз текстом. Вот. Вот такая картина. Значит, InfoCmp показывает весь список. Он еще может сравнивать, он Cmp, потому что он может два терминала сравнить. Давайте попробуем. InfoCmp, Xterm, и Xterm, XtermColor, и Xterm256Color. Вот. Воу. Какие-то они у него все разные. Ну, ладно. В общем, в это сравнение, например, говорит, смотрите, вот тут есть поле Colors у XtermColor 8, а Xterm26Color 256. Да? Пар цветов 64, а тут, понятно, 32767. Ну, в общем, на самом деле 32767. Почему 32767? Ну, в общем, вот. Короче, ну, вы, в принципе, это не тема сегодняшней лекции, но, в принципе, для shell скриптов есть отдельные библиотеки, которые пользуются всем этим многообразием. Но если очень хочется, можно воспользоваться утилитой tput. Давайте посмотрим, куда она входит. tput, tab, ну, скажем, 10, 10, 10, 10, print, ну, вверху, ку-ку. Ну, вот, видите, ровно такая же, ровно такая же картина, как мы на прошлой лекции наблюдали. да вот курсор перри перепрыгнул на позицию 1010 напечатал куку давайте еще сделаем эхо куку куку такое а вот вот этот куку куку вот этот куку да вот вот он вот эту куку куку и дальше значит дальше зашел нам стер оставшийся кусок экрана чтобы мы не путались вот но идея такая труд да вот поэтому имени значит это у нас был инфо cmp про терм к терминфо а еще есть минус c нет это в одну колонку да нет забыл а вот минус c большое значит а вот так вот выглядит та же самая картина проекте терм 26 color в формате термкап тут как видите еще страшнее название символов и и кое-какие не имеют аналогов поэтому термофо лучше термофо это целая база данных там есть улита который компилирует ну короче все они разные идея стоит в том что мы с вами можем уже на этом уровне унифицировать работу с терминалом вызывая соответствующие escape последствий записанные в базе данных термкап или терминфо обычно терминфо в линоксе тут маркизио замечает что интернет работает на порядок лучше но я же поговорил с админом он поправил вот а может быть а слушайте нет я же писал в чатике вы вспомните когда это происходило когда у нас плохо работал интернет в прошлую пятницу прошлую пятницу во всей стране плохо работал интернет а в центре вы еще и не было вот москвы так что ничего удивить но мы с вами не будем пользоваться на самом деле ни тем ни другим стоит заметить что все у этой у всей этой ерунды есть одно слабое место если мы нет никакой библиотеки для баш есть утилита tput с помощью которой все это можно делать еще и всех tc по-моему которые делают примерно то же самое но только термкап вот она встроена 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 в башну бог с ним с них tc мы все равно этим заниматься не будем а я понял о чем вы ща она называется диалог вот и это инструментарий написание нашели у всяких гуишных окошечек вот давайте посмотрим пример какой нибудь есть а вот дофига пример дать потом вот вот программа нашели которая показывает вам диалог давайте мы его запустим чё цветов вас а понятно неправ я вот сюда минус а вот мы все эти примеры сделал он скопировали вот и прям буду был близко а как перейти вот туда а мышкой можно вот и результат он возвращает строку какие какие а эти мы выбраны 145 вот вот такая вот штука мне не табом табом он прыгает по полям честно не знаю не помню надо почитать но мышка работает вот не таб 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 не знаю поехали вот примерно такое же только более сложный мы будем делать сегодня на оси вообще говоря наша цель вовсе не научиться писать графики эти тюи текст юзер интерфейс приложения а научиться пользоваться базовым инструментарием для сборки вот вот он артем подвигает свой ролик про зеркало разумеется артем не ну как бы он обязан быть вы все правильно делать как видите он довольно довольно просто выглядит потому что это просто ну как бы мы запускаем диалог да с соответствующими командами вот вот у этой штуки есть разумеется гуи варианты и я пользуюсь одним из них я даже монтейн у пакет с одним из них но вот изначально это вот отсюда растет кстати сказать если не ошибаюсь автор этой штуки ща томас дикий да автор этой штуки томас дикий это тот же человек который написал экстерм и тот же человек который написал свободную реализацию библиотеки курсис о которой у нас сейчас пойдет разговор так что не зря мы этот диалог вспомнили спасибо спасибо маркизио который напомнил мне что это хорошая идея вот значит уходим отсюда прежде чем мы начнем заморачиваться программированием носи маленький бонус меня просто очень руки чешутся терминалы вот такого рода устройства которым ты посылаешь текстовые данные они их выполняют и отображают бывают не только текстовые они бывают например с векторной графикой смотрите вот такое устройство называлось стектроник 4010 видите это типичный терминал у него есть у него есть клавиатура у него есть железка вот смысле электронно-лучевая труба он работает как терминал но маленький спойлер он помимо вывода текста умеет выводить векторную графику такие терминалы тоже были активно использовались на них он рисовали всякую фигню разрабатывали видите у девушки планшет специальный вот могу поспорить хотя не стопроцентно что вот это вот перо которым она рисует именно так и работает что он посылает туда в терминал из кейп последовательности а он их какой-то приложение к их понимает вот в общем такое вот интересное устройство тоже было существовало в иншие годы и вот свете в девятнадцатом году его выпустили представляла собой такой же последовательного ввода вывода устройства вот только которую умела в в довершении всего рисовать растровую графику почему я про это вспомнил потому что икс терм это тоже умеет он умеет имитирует тектроник 4010 смотрите сейчас мы тут скачаем файлик один если он еще не скачен давайте это сделаем у меня на на машинке потому что у меня он уже скачен потом вот он называется с цен вот этот shell который показывает вот значит вы можете скачать просто вот этот файл и сказать ему как ну давайте это сделаем вот сохраним его куда-нибудь загрузки и скажем мапте как стерам кат загрузки мап те как стерам а икс терм нарисовал в режиме тектроникс 14 это самый сколько он там сколько 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 сколько-то 4010 нарисовал карту мира вот ну вот он и нарисовал можно выключить и вот такой вот скриптец вот такой вот скриптец он называется те как зампус ну смотрите маркизио речь идет не про и время при про устройство ввода вывода их было бесконечно много разных я вспомнил про конкретно и это устройство ввода вывода потому что она а было в железе бы его умеет икс терм вот вот и все так то их было действительно очень много так сахар как он назывался там тек экземплс до тек экземплс вот вот а в документацию по экстерму входит несколько примеров графики с помощью экстерма вот они вот ну в общем вот это такой совершенно ни к чему не 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 обязывающий бонус извините что вспомнил хотел похвастаться тот же самый томас дикий который нарисовал дописал весь экстерм который написал библиотеку для шелла и утилитку для шелла который называется диалог написал специальную библиотеку которая называется н курсис фактически он реализовал свободный вариант библиотеки который назывался курсис авторы которых там сейчас не упомнишь потому что она была изначально в юник системах как только выяснилось что к юник системе можно присоединить больше одного терминала с различными иске последовательностями до возникла необходимость писать ту и приложение не задумываясь над тем какие именно последовательности при этом использовать вот значит по ней есть учебники вот возможно вам понадобится при исполнении домашнего задания в том числе от самого томаса вот его как бы домашняя страничка вот видите в восемьдесят шестом году нет все-таки в 93 он ее переписал и вот 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 эта библиотека позволяет писать текстовый ту и текстурный текст юзер интерфейс используя весь экран вашего терминала в качестве такого вот поля ввода-вывода стоит заметить что сам терминал так делать четко не умеет да мы с вами видели что терминал это всего лишь лучшая улучшенная версия того самого телетайпа то есть печатной машинки с электрической печатной машинки вот но поскольку терминал умеет позиционировать курсор в любое место и как мы с вами видели возвращать при клике мышкой координаты этой мышки в качестве ввода как бы с клавиатуры то можно сделать абстракцию которая представляла бы себе некоторый воображаемый виртуальный такой квадратный и прямоугольный массив помнила бы что она в этот массив мы успели навыводить и при попытке этот массив актуализировать вывести на настоящий терминал просто бы соответствующими escape последовательностями туда бы все и значит вываливала при этом те функции которые доступны пользователю этой библиотеки не зависит от типа терминала главное чтобы они там были их там может не быть вообще интер цвета может не быть вот представление от об экране как а матрица символов повторяю чисто виртуально то есть мы сначала заполняем где-то эту матрицу в памяти а потом библиотека за нас обновляет содержимое как вот ну и собственно все ну да и используется другой немножко режим ввода вывода ну например при нажатии на клавиатуру символ немедленно не отображается на экране хотя это принято обычно в командной строке ну чтобы можно было как-то обрабатывать ну и там много всяких подробностей о которых чуть не вот прежде чем мы напишем программу давайте мы поговорим о том как эту программу собирать ну то есть нет мы сейчас с копипастин исходный код ну там н курс 0 . . вот мы должны включить библиотеку курс из аж стадионам не нужен потому что мы будем выводить что-то мне ругается мой мой редактор про курсе саш ну пока мы игнорируем эту ругань хотя это и не зря мы игнорируем ну и копипастин вот этот код он совсем простой мы сейчас его разберем вот значит что здесь написано значит инициируйте экран и на самом деле это не только инициализация экрана но еще и переход в режим когда у нас не отображаются нажатие на клавиатуру каждый клавиша сразу передается системе они же дожидаются перевода строки короче говоря переход в режим пассивной активации дальше мы перемещаем курсор на позицию на позицию ну грубо говоря в центр экрана ну центр минус один строчка центр минус 4 колонка вот обратите внимание что lines и calls приезжают нам тоже из курсиса как константы но точнее это переменные которые инициализируются нет скрином глобальный вот и вот эта штука на самом деле превращается в ту самую скейп последовательность который мы с вами руками делали дальше мы вводим символ просто ждем пока кто-нибудь дальше мы в это место добавляем строку hello world ведь это не print а от стр потому что мы вот эти символы просто расставляем соответствующий матриц дальше мы ждем вот вот символ из клавиатуры первого попавшегося дальше мы закрываем окно вот вот программа носи типичная до который задействует библиотеку курсис или курсис в они отличаются поддержкой не поддержкой и не кода а вот значит давайте мы скомпилируем это дело с помощью компиляторы компилятор сигарется все вы тут include курсе саш сказали нет никакого курсе саш и это нас возвращает к прошлоразовой теме о сборочном окружении помните есть эксплуатационное окружение сборочное окружение и окружение для разработки и грубо говоря одно вложено в другое то есть по хорошему на самом деле они могут быть и разделены но очевидно что в сборочном окружении помимо эксплуатационных вещей должны еще стоять какие-то пакеты случае linux какие-то пакеты в которых есть вот этот курсис аж а то его там нет а он должен быть если очень хочется можно писать на c++ тут спрашивают можно ли писать на c++ можно но в какой-то момент вам станет ну вам расхочется в какой-то момент ну давайте посмотрим чё у нас этими кого сейчас меня завали да нет зря так сделал покей я вангую что нам не хватает нам не хватает библиотечки то есть библиотечка курсис наверняка есть смотрите смотрите есть и библиотечка лип курсис и библиотечка лип курсис w которая нужна для white charles для поддержки юникоды например русских букв если у вас кодировка не кота она теперь у тебя она почти у всех у ты сами библиотеки есть не хватает их девел версии то есть надо поставить либо н курсис девел вот войне здесь вот здесь я сразу поставлю либо н курсис в девел кстати обратите внимание на то что вместе с либо н курсис приехала по зависимости библиотечка липтинфо это низкоуровневый библиотека для работы именно с терминфо вот я поставлю w чтобы можно было сразу писать программу которые поддерживают эти самые white charles но видимо мы с этим не будем разморачиваться ну посмотрим успеем заморочимся вот хоми тут спрашивает гцц или не гцц да давайте посмотрим гцц какой там 11 мать моя женщина короче у нас самый свежий гцц поздравляю я надеюсь что с ним все будет работать 11 гцц с поддержкой лту из коробочки вот такая вот у нас компилятор собранный извините 11 сентября то есть вот свежачок вот мы поставили либо н курси либо н курсис в девел до посмотрим что в него входит в него входит ну давайте тогда без в вот так виднее да вот курсис в этом только это самое перебиваются библиотеки вот поэтому мы лучше сюда посмотрим вот в либо н курсис девел входит так называемый конфиг скрипт и к нему pkg-конфиг там в конце будет где-то тут вот в конце будет к нему pkg-конфиг настройка вот она вот они раз куча документации по всем функциям и что он для нас собственно важно юзер инклютен курсис include файлы вот и специальные версии библиотек у которых после . iso ну давайте для сравнения посмотрим что в любом курсис лежит видите в любом курсис лежат библиотеки в частности вот это которые указывают сунэйм кстати сказать для с для компотибилити там собирается еще для бинарного компотибилити там бывают что меняется обе у библиотеки и приходится менять вот эту вот версию сунэйм вот значит там лежат еще старые так вот значит когда я собираю кузер 6 а я же я собирал уже ну ладно вот сейчас и соберу библиотечки а вот в отдел версию входит библиотека без сунэйма то есть когда мы линкуемся мы просто указываем минус l курсис ну n курсис и когда мы указываем ключ минус l курсис или n курсис от неважно это одно и то же по моему мы просто линкуемся с библиотечкой либо курсис точка со без всего вот мы еще посмотрим рекомендации как это делать вот можно сюда зайти например раз давайте посмотрим вот вот этот файл пока вы конфиг описывает с какими библиотеками нужны вот вот так вот кстати это неправда надо просто минус l курсис надо убрать окей давайте еще раз попробуем так что-то все-таки пошло не так обратите внимание мы как интересное да мы пытались что-то скомпилировать но счет у нас не 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 работает так ну текст стрел бог бы с ней это на совести мантейнера библиотечки любым курсис к вы ему непередаемому сожалению это я и поэтому мне придется это чинить ну да ладно а вот мне не нравится другое мне не нравится что ни одна из этих функций не найдено ну так я же обещал что надо минус в а теперь все хорошо вот помним по прошлой лекции что вот такой запуск одновременно сначала при процессор потом си потом ассемблер потом компоновщик и этот компоновщик нам прикан прикомпоновал к нашему до минус а спасибо тут чем советует сказать минус о экзампл н курс 0 это правильно чтобы а . out и не платить вот вот она на курс 0 давайте его запустим победы обратите внимание что сейчас вот терминал находится в режиме позначенной активации какую бы кнопочку я не нажал а я нажал на какую-то циферку программа это останавливается шляк вот такие вот значит примерчики давайте еще раз посмотрим например программы вот она будут написаны энд курсис оль курсе своему вот да значит если вы попробуете написать здесь по-русски вот давайте попробуем здесь написать по-русски и скомпилировать скомпилировать ее здесь написать привет мир так александр тут советует флаги на проверку ворнингов хорошая идея давайте попробуем да не мора мир привет мор отлично отлично по моему но нет не для нас с вами вот да ой да господи прости а это что правильный ответ мы попытались использовать библиотеку энкурсис который работает только с байтами и получилось плохо окей давайте так сейчас отчество не легче что перед нами перед нами попытка вывести попытка вывести сообщение привет мир в кодировке по умолчанию а кодировка по умолчанию извините у нас не установлены и стал быть это ски а какие такие еще вот такие буквы вас ки никаких таких букв вас ки нету соответственно мы прежде чем работать с русскими буквами должны еще включить локаль и установить ее в локаль по умолчанию которая делается с помощью вызова функции set локаль ничего вот ну или можно прям русскую поставить это все неважно давайте вот здесь сделаем включим локаль здесь сделаем сначала set локаль lc о ру ру ты утф 8 вот так извините ру ру . утф 8 я не очень уверен что это так но у меня кажется я правильно вот вот после этого из использования именно либо in курсе своя вся фигня должна заработать давайте попробуем тогда вот значит что мы сделали мы установили локаль по умолчанию кстати сказать если она и так умолчание установлена в утф 8 то можно было здесь сделать как у нас в лекциях в примере пустую строку да это тоже можно но мы не поленились александр шутин мы не поленились установили кодировку руками хотя можно было здесь да и вот теперь все работает вот значит поясняю шутку александра на предмет того что или ими в случае либо in курсе с без вы работали дело в том что в целях не понимаю чего не понимаю чего в исторических целях а нет все просто смотрите у нас есть терминал терминал воспринимается как матрица символов так представьте себе что вы работаете в условиях когда все кодировки 1 байтовые то есть условно говоря там 70 80 и начала 90-х годов прошлого прошлого века каждый байт является отдельным символом который выводится на экран фактически либо инкурсис без дубль в считал что вот это вот сообщение длиной раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один с двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один обзывается одна буква кстати я практически уверен что давайте-ка мы что-нибудь такое сделаем секундочку я установлю я установлю документацию по по man pages о man pages вот она в том числе пассивным функциям вот ну-ка в с принтер как у нас делается нам нужно завести буфер какой-то может быть там и туа лучше то хорошо не важно да значит буф равняется чар под ну скажем 10 чем чай несу чар буф от 10 так никаких питонов с printf что там у нас с printf куда формат откуда стр лент от мессы мессы г мессы г чар звездочка мессы г равняется привет мир шмяк здесь у нас мессы г мессы г и так и здесь тоже мессы г и это мы напечатали а теперь надо вывести что тебе не нравится хитрый хитрый говорит то ну включить string аж паразит потому что ты используешь с принтер хорошо я включу string аж но ты следующий раз нибудь такой умный он такой умный чё тебе не нравится а сайты понятно но это не страшно это ворнинг вот возможно ну тут еще тогда надо тоже там это самое да а тут можно и вот так вот сделайте всем будет хорошо и ну допустим буф вот можно даже мув сделать слушайте зачем нам чем мы делаем lines 2 плюс 1 минус 2 а обратите внимание 21 байт занимает строчка привет мир мы правильно посчитали почему 21 потому что все русские буквы двухбайтовые в кодировке тф-8 так вот если мы используем библиотеку любым курсис то там кодировка естественно все однобайтовые он по одному символу пытается выводить это на экран иногда эти силы являются управляющими для терминала если вывести его один на экран и начинается каталась а в случае когда мы используем липку либо н курсис в которая распознает локали но локали у нас не установлена все нерусские буквы просто не выводятся в общем печаль она же она же грусть но вот в такой форме работает все как видите мы с вами модифицировали этот курс чтобы он нам показывал размер строки все есть отдельная тема так называемый вот чероптерс вот но но не буду я этим вам вас заморачивать тут джек подсказывает что на самом деле у нас в памяти эта штука занимает не 21 а 22 байта правильно потому что там в конце еще 0 замыкающий символ все верно но длина все-таки 21 таком отмены но хорошо вот значит окей и это что касаемо поддержки русских букв в такой штуке как инкурсис вот у инкурсис есть абстракция окна то есть может работать со всем экраном а может на этом экране открывать окна очень удобно чтобы делать какие-то оконные текстовые приложеньки вот ага тут вот присоединившись к нам цитарак 87 говорит что вообще где в чарт тип в чарте в чарактер используется ну я точно знаю что он активно использовался в японском софте потому что это они придумали вот и он часто используется там где вам нужно прямо на си прямо на си заниматься программами которые считают количество букв в тексте я всем этим не владею в достаточной мере потому что ну скажем так я никогда не писал больших программ которые это делают когда я писал программы раньше кодировки были восьми битные а когда я стал заниматься текстами я писал на питоне вот новый чарактер используется именно там где вам приходится на си писать такие штуки в частности если вы собираетесь работать с значит какими-то текстами какие-то прокладки писать для высоко уровнях языков программирования которых твои черты встроены так чатика уже шутит так но пока мы начать шутит давайте мы чуть более сложную тему замутим чуть более сложная тема состоит в следующем для того чтобы интересно почему кстати но я ходится break а у меня там не был ни но их не цибрек а я знаю почему смотрите первое мы с вами я вас обманул обратите внимание что я набираю символы они отображаются на экране вот почему так потому что нигде у меня не сказано аналога команды стт игрек но его минус минус эхо до эхо я нигде не выключал в этой программе чтобы выключить надо специально это отдельно об этом попросить инкурсис и для этого надо сказать но их вот эта команда не обязательная функция она как раз включает позначную активацию но мы с вами видим что позначная активация уже включена то есть мы нажимаем на символ этот символ немедленно куда-то уходит иногда позначную активацию надо выключить например когда мы вводим строку с экрана но это чуть позже вот давайте мы скопи пастим вот эту штуку и посмотрим на этот код вот значит я намеренно не не ввожу это все прям при вас просто потому что плотность изложения у нас довольно высокая если бы я весь этот текст носи писал руками то в общем было бы много ошибок значит смотрите и нет скрин инициализирует экран запускает инкурсис но эхо выключает вывод того что мы нажимаем на экране прямо на экран мы с вами видели что в предыдущей программе это работало напоминаю да вот здесь вот мы три раза вводим символ и все три раза он просто тупо показывается прямо когда мы его вводим раз-два на третье он просто закрывается вот сибрек активирует позначную активацию давайте на всякий случай закомментируем посмотрим что получится из него я давать сначала с ним потом попробуем закомментировать у меня есть такое ощущение что он не нужен но все равно позначная активация это после каждого ввода символа запускается наш цикл до напоминаю что еще два и построчная активация когда выводите строку и только подожди enter у вас происходит обработка ввода вот выводим на экран надпись windows прямо самого начала print в это просто вывод на экран о у нее может быть дополнительный параметр функции вы print в в какое именно окно выводить но это просто вывод на экран мы это аналог принтефа но в рамках энкурсис он прямо знает что мы вот где у нас виртуальный курсор на этом большом экране куда чего выводить вот а рефреш номер нужен для того чтобы к моменту когда мы начнем делать гетчар у нас содержимое экрана нарисовалась напоминаю что он курсис моделирует эту матрицу в голове и пока мы явно или не явно не вызваем вот этот рефреш надписи на экране не появится мы попробуем поэкспериментировать вот здесь и вот здесь и вот здесь еще попробуем поэкспериментировать вот здесь что происходит если эту функцию закомментировать определяем размер экрана а именно не открываем окно так вот чтобы делать кейпад я не помню а все помню вот да 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 только он нацибрейк называется только и да и он не ролл по моему все таки а а есть функции роу точно вы правы есть функции роу но функция ровно про другое она про то что вы терминал даже control c не сможете набрать и там control break так что нет давайте про ров умолчим но я чувствую что вы немножко в теме дорогой цитарак 87 вот значит открываем окно вернее мы его задаем что у нас есть окно которое находится вот на такой на таких расстояниях от начала и от конца на на три символа отверха низа правый или это окно будет разу работать в режиме кейпад что такое режим кейпад помните я говорил и сейчас я вам еще раз покажу что когда мы нажимаем функциональную клавишу например 5 у нас возвращается на самом деле escape последовательность то есть поскольку у нас терминал не умеет ничего кроме байтов нажатие на f5 приводит к тому что мы как бы вводим с клавиатуры escape скобка 15 . ну для данного терминала это так так вот у он курсис есть давайте вот это тоже проверим курсис есть два режима работы окна одно называется кейпад в другой покажется но кейпад в режиме но кейпад мы увидим последовательность этих символов в качестве ввода когда нажмем на f5 а в режиме кейпад он будет такие символы смотреть туда в терминфо и возвращать а это вы f5 нажали вот если узнает этот f5 если у нас тип терминала совпадает вот дальше скромок внезапно говорит что у нас это окно еще скролируемая то есть если мы выводим с помощью print в в последнюю строчку последнего окна и переводим строчку то у нас происходит скрол вверх то есть окно еще и обладает автоматическим у него верхняя строчка уезжает совсем исчезает а нижняя строчка дорисовывается вот такой удобный формализм такой удобная абстракция нам выдается вот дальше мы рисуем рамки говорим нарисуй пожалуйста рамки вокруг нашего окна соцпом 00 чтобы нарисовались такие красивые рамочки мы еще и вот это посмотрим вот ну а дальше собственно цикл всякий будем вводить символы до тех пор пока не нажмем символ с кодом 27 это escape он же 0x33 короче escape вот но когда когда значит все это закончится надо закрыть окно вызвать функцию ендрин вот можно кстати тоже попробовать ее давайте сначала скомпилируем эту программу посмотрим как она работает это у нас в 0.c чё мы не and avoid он ругается на то что мы у нас будет ну господи ну хорошо ну ну солнце моё ну давай ну слушайте из этого ассемблерный код уже здоровенный ну я могу хоть час его показать но там вам довольно много всякого всякой бильберды или будет если вы рассчитываете дорогой чё не увидеть во все вас в ассемблерном коде как из ассемблера управляются окном вы его не увидите потому что этим всем занимается библиотека ли инкурсис мы для этого с ней компоновали вот так ты чё вот он ассемблерный код относительно небольшой как видеть он формирует формируют соответствующие вызову соответствующих функций и дергает и я собрал он небольшой как красиво на самом-то деле прямо шикарняк спасибо что сказали не сложная штука ну ладно мы не этого хотели мы хотели все-таки вас комбинации скомпилировать о значит что произошло вот print в windows естественно поскольку print начинается самого левого верхнего угла то он там вот вот у нас выведено окно обратите внимание что курсор залип в том месте где мы его бросили а именно он нарисовал бокс и в том месте где бокс закончил рисоваться там он остался ну разумеется инкурсис сводится с escape последок чему же еще и вот сейчас мы начнем нажимать на кнопочки кнопочка г он говорит кей 103 на мг кнопочка t кей 116 на мт пробел кей 32 на им пробел он просто вернул пробел бэкспейс опа я нажал бэкспейс но вместо того чтобы вернуть символ с кодом 177 восьмеричный забыл какой 255 127 мне мой курсор сказал что вы нажали волшебную клавишу с кодом 263 у нее есть собственное имя кей бэкспейс вот это как раз свойство работы режима кейпад что там еще вы нажать на клавиши f1 f1 f2 f3 insert при джапа и ждал ну короче вы меня поняли да значит в этом режиме у нас прикольно у нас значит основные буковочки все enter основные буковочки все обычные а вот когда мы нажимаем клавиши не стандартные которые возвращают из кейп последователь если они описаны в терминфо то курсис отличных распознает видите даже называет я сейчас нажму escape и мы отсюда выйдем давайте теперь экспериментировать с значит с нет попробуем убрать себе break у меня есть такое ощущение что все должно продолжить работать но вдруг я ошибся да вся та же самая картина сибрек включен по умолчанию вот когда мы ему скажем носи брэйк да вот если мы напишем здесь носи брэйк тогда получится гораздо более неприятная вещь enter раз два три enter пока я не нажал на enter я нажимаю какие-то клавиши они вводятся но не выводятся а потом когда нажимаю на ветер происходит активация не существует по по знаковой активации в этот момент если мы еще и еха уберем здесь вот так вот поставим да тогда мы увидим вот тогда мы увидим полную картину вот я на ввожу пока что нам система операционная просто оба для определяет вот могу сказать контур у все удалится да а вот теперь нажимаю enter в режиме носи брэйк наконец-то происходит передача управления дальше приложение считают все эти символы вот они вас такая вот неудобная штука escape давайте вернем все как было значит во первых но я хочу чтобы то что мы вводили не отображалась на экране во вторых сибрек хотя он и не нужен ну просто потому что он нужен попробуем убрать рефреш что при этом произойдет где надпись windows то есть все работает но нету надписи windows почему ответ правильный на вопрос такой мы написали вот это print на основной экран но обновлением мы занимаемся только окна внутри мы никогда ни разу не сказали нашему курсису дорогой курсис обнови весь экран покажи что на нем нарисовано вот если бы мы например вводили символ прямо с экрана то рефреш бы волей-неволей произошел но нет вы символ вводим вроде как из окна такая тоже абстракция да ну значит вот в режиме на кипад что будет если мы скажем на кипад смотрите я щас нажму на f1 она немедленно выйдет из программы знаете почему еще уп напишет да потому что f1 возвращает escape о п а по escape у нас выход из всей программы устроен видите по escape давайте мы сделаем место escape ну не знаю там 0x20 по пробегу да вот я на пробел нажимаю вышел хорошо работает f1 escape о п в 6 escape скобка 17 тильдочка page of escape скобка 5 тильдочка то есть а если мы выключаем режим кипад не включаем его вернее то вместо того чтобы распознавать те а кстати давайте посмотрим в этом режиме давайте посмотрим не буду компилировать сразу запущу в этом режиме как бэкспейс да бэкспейс это контролл аж видите скиска у него ски код 8 то есть в режиме в режиме nokia pad у нас никакие клавиши не превращаются в их название точнее выходе в их условный номер да а если приезжать скиппоследствия она как и скиппоследствия обрабатывается так что будет если не вызвать функцию бокс я думаю вы уже догадались не нарисуется вот эта рамочка все остальное будет работать а рамочка не нарисуется это просто рисование рамки обратите внимание на то что курсор все равно залипает в том месте куда он по ходу попал если мы хотим красиво нарисовать курсор там где потом будет происходить вывод текста то мы должны его туда поставить руками ну мне лень вот это бокс что будет если мы не вызовем функцию в рефреш не знаю давайте попробуем ничего страшного не происходит обратите внимание что она скроллится да мы включили режим скроллинга ничего страшного не происходит потому что мы здесь вызываем ввод а перед тем как сделать вот рефреш вызывает вызывается автоматом самим курсор вот если мы бы что-то еще делали да то есть ну вот что-то хотели показать да мутин какой-нибудь тогда бы рефреш понадобился так что он тут в общем тоже не обязательно вот вот в рефреш вышел необязательный цибрэйк еще раз рефреш нужен если мы больше с этим окном ничего не делаем а как только мы вводим из него значит ответ на вопрос что такое процент d процент с братцы вы должны знать язык программирования си хотя бы немножко процент d это децимал процент с это string да у нас здесь не занятие по языку программирования си уж извините это был бы слишком слишком оверкил вот читайте маман printf потому что параметры функции printv такие же как у printf за исключением того что он вводит в окно так что еще едвин что будет если закомментировать едвин видите что происходит наша программа остановилась и немедленно запустился баш кстати не баша z shell ща я хочу эксперимент провести короче все плохо обратите внимание на то что мы еще как-то плохо у нас плохо работает плохо работает наш терминал он вместо перевода строки и возврата каретки одновременно выводит ток перевод строки почему потому что мы едвин не вызвали у нас отвалилась отвалилась какая-то функция ну в общем в общем плохо мы сделали что едвин не вызвали кстати давайте попробуем вот что сравнить с титрик минус а вывести это в агер теперь давайте вернем вернем а а у нас он кажется здесь до вернем янгин на место выйдем из программы как войди вы выйдем и войдем как полагается вот а нет все равно не работает ну в общем чё-то чё-то тут отвалилась а а давайте мы вот что сделаем это мы видим а видимо где-то где-то раньше допустили ошибочку ну и хорошо вот видите какая вот фигня не работает а давайте мы сделаем так stt y-sane значит когда вы работаете с о заработало когда вы работаете с инкурсисом и у вас программа падает в самом неожиданном моменте конечно проще всего закрытия открытия терминал закрываете но открываете он нормально настраивается в процессе наших вот тут экспериментов настройки терминала да да совершенно справедливо 100 беда один ресет но в данном случае а под ресетом мы подразумеваем закрытие открытия терминал stt y-sane приводит состояние нашего терминала вы более менее здоровый вид да вот если вы работаете с инкурсис и у вас что-то падает это прям нужная команда если вы конечно не хотите там закрывать открывать терминал вон как видите много разных много разных настроек сбросилась когда мы значит все это сделали и бэкспейс у нас переопределился с язык из линуксового 177 в классический униксовый control h и что еще ну короче много параметров нашей терминальной линии было поменяно при а а и сет круто спасибо ну кстати разница я не думаю что будет а даже разница есть какая-то и гумбар какой-то смотрите ресет работает не совсем так же как и стт y-sane ну спасибо андрей вот выяснили еще одну командочку ресет вот окей у нас осталось мало времени мне кажется еще забыл что-то сказать короче короче говоря воспользуйтесь либо моим советом либо советом андрея если у вас упало все по ходу в нехороший момент вот а сейчас давайте посмотрим что у нас осталось омэйк блин мэйк 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 а ну отлично смотрите мы не будем мы не будем немножко говорить про структуру где в том что в домашнем задании на будет использовать make у нас осталось буквально немного времени для того чтобы поговорить про make файл так сказать примитивный вот а не примитивный мы значит будем изучать следующий раз мы их файл ой а он у меня уже есть дате его поправлю у нас есть программа это решение домашнего задания как у которой я сделал в прошлом году в этом году я чем в него напихаю чтобы было интереснее за домашнее задание будет стоять в том чтобы сделать простейший мэйк файл который компилирует программу шоу точка кси вот с помощью он курсис а программ просто показывает показывает текст файла вот значит мы можем это сделать очень ну как бы мы можем сделать просто мы можем допустим у нас есть винольда да что такое да что такое а я знаю вот вот она вот значит ну допустим вот мой файл для винной в мэйк файле очень простые правила слева через у вас стоят так называемые таргиты то есть цели которые надо достичь в данном случае мы хотим чтобы собрался в файл винной справа стоят файлы от которых этот винной зависит об этом мы поговорим в следующий раз винной .7 и здесь написано как из одного файла получить другой cc вин 0 .7 минус о винной минус винной минус в ол минус л н курсис в вот так при этом происходит вот что мы говорим мэйк мэйк винной она говорит ничего не надо делать почему она так говорит потому что у нас есть файл винной он от 24 сентября в 1444 там с минутами надо я не вижу здесь минут но поверьте мне что он младше чем в 0 .c и это означает что мы уже сделали из этого конкретного текущего винной .c файл винной давайте отряд от редактируем файл винной точка си таким образом чтобы он был ну давайте вот так сделаем вот чтобы он был давее теперь у нас файл винной . си у него датировка 1451 1 0 444 и теперь мэйк видя вот этот файл поймет что нам нужно сделать из для того чтобы свежий винной нам нужно его пересобрать из более свежего винной .c винной устарел и поэтому винной .c нужно сделать вот 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 значит это первое в принципе в мэйк файле могут быть таргетами не только целями будет мог быть не только файлы например можно задать цель клин и и написать здесь рам звездочка . о звездочка . минус f минус f звездочка . о звездочка . с вин 0 ну как то так да если сказать мэйк клин он во первых будет работать всегда потому что у нас нету зависимости на него он будет считать что это константная команда а во вторых говоря мэйк клин мы будем согласоваться ответ соответствовать с этим мэйк файлом выполнять вот это действие если вы им просто мой выполнять первое действие по умолчанию который называется я займу еще три минуты ваших потому что есть одна важная вещь про которую мы уже много раз говорили ее придется еще раз упомянуть на этот раз в обратном с обратным знаком дело в том что в мэйк файле который вам нужно будет сделать по домашнему заданию сегодняшнего значимое наличие табуляций вот здесь вот вот здесь вот вы не знали а стоит а на самом деле стоит табуляции если там будет пробел обратите внимание раскраска поменяется и работать она не будет видеть сюда ругается нужен там то есть когда вы работаете с мэйк файлом там должны быть табуляции хорошо если вы попользуетесь настроенным редактором вот типа вима в нашем нашем сервере практикума тогда у вас все хорошо вы просто берете значит вима и он знает что там должны быть табуляции плохо если вы пользу каким-то редактором в общем не не видите табуляции там или нет какой способ проверить случае вима вы можете сказать все лист обратите внимание при этом на то что конец строки подсвечивается как доллар а табуляция посвечивается как control и вот в начале строки должна быть табуляции вы можете также пользоваться другими редакторами например мцеедитом который тоже умеет показывать табуляции видите вот эти стрелочки это вместо пробелов табуляцию 10 стрелочек нет тут пробел а это табуляции вы можете пользоваться хекс дамп минус c просто чтобы увидеть что вот здесь вот перед этим самым стоит символ с кодом 9 вот он это табуляции перевод строки вот этот символ и вот отдельно значит с этой стороны у нас настричный дам с этой стороны хекс дамп показывает те те символы которые считают печатными а которые сейчас не печатными показывает виде точечек и вот вот эти две точечки этот перевод строки и табуляции ну и наконец вы можете использовать таблетку которая состоит в том что вы в начале если у вас ничего не получилось вы не справились с табуляциями в мэк файле вы можете использовать таблетку в которой в начале стоит вот такая волшебная строка recite prefix равняется и дальше любой символ и теперь вместо табуляции вы можете использовать любой символ данном случае двоеточие то есть вот в этом файле уже наличие или отсутствие табуляции никакого значения не имеет но имеет значение наличие в начале двоеточие потому что мы так переопределить вот настоятельно всем рекомендую разумеется освоить какой-нибудь редактор в котором работают табуляции нормально их показывают и вы понимаете что они там но если повторяю ничего не поможет вот эта таблетка вас вас за счет вас спасет все значит домашнее задание записывайтесь регистрация еще неделю длится делайте подкал под каталог который называется терминал project вот примерно так же как я в этом под каталоге делайте мой файл и пишите на им курсис программу которая просматривает файлы ей передается через командную строку имя файла он показывается внутри окна снаружи окна написано имя файла вот и при нажатии пробел он перелистывается вот я чуть в прошлом году чуть больше упоролся и написал такой вот программу сейчас покажу ну короче неважно я написал вот такую программу которая делать вот этот пример вот значит смотрите все условия выполнены у него сверху сверху имя файла в окошке в окружке файл называется шоу они видел вот так андрей я не очень понимаю чем вы говорите давайте продолжим в чатике вот как видите она чуть больше умеет чем то что от вас требуется от вас требуется просто постраничный показ внутри окна за счет содержимого файла вот а я тоже что-нибудь сделали как цвет добавлю сюда мне я тоже хочу чуть-чуть продолжить свое решение вот такие дела все если есть какие-то вопросы то задавайте их пожалуйста вот если вопросов нет то я жду домашние задания как обычно дедлайн по домашним заданием шесть дней то есть к четвергу они должны быть готовы вот просрочка за домашние задания это пятьдесят процентов от баллов баками малая просрочка на неделю большая просрочка 25 процентов от баллов не тормозите пожалуйста делайте если есть какие-то вопросы обсуждаемых в чатике или в личке вот не тупить нет не 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 оставляйте на последний момент вот так значит вопросов я не вижу значит всем спасибо напоминаю что наша задача в общем просто научиться пользоваться библиотеками пока что и чуть-чуть майком вот ну и до скорых встреч в следующий раз мы делаем разговариваем собственно промык про многофайловые проекты про то как раскладывать исходники вот про это все все спасибо и до новых встреч